добрый день меня зовут андрей лебедев и сегодня мы с вами разбираемся с одним не очень крупным но иногда достаточно заковыристым вопросом связанным с функционалом производства в 1с и rb вопрос этот какой как система выбирает ресурсную спецификацию при формировании заказа на производство давайте я перейду к трансляции значит предупреждаю предупреждая вопросы демонстрировать все это будет на демо базе 25 12 147 long time вот но в принципе это не очень такой важный вопрос потому что данный функционал он скажем так уже устоявшийся что я сделал для того чтобы вам это показать меня сделаны подразделения ну организация понятная ее показывать не буду у меня сделаны подразделения значит у меня есть два диспетчера глобальных pdo 1 pdo 2 они нам потребуются и у меня есть еще цех который я собственно говоря буду использовать для производства но до цеха у нас дело не дойдет как бы там нам даже этапы формировать не придется что мы будем изготавливать изготавливать мы будем номенклатуру обратите внимание это номенклатура с характеристиками называться она будет изделие x01 и у нас есть две характеристики вариант а вариант б и для того чтобы это изготовить я еще сделал ресурсную спецификацию изделие x01 вариант 1 значит здесь это изделие изготавливается из материала 0 0 1 и материала 0 0 2 ну да изготовление идет цехи номер один но как я сказал до цеха у нас еще руки не дотянутся так я надеюсь что вот этот стартовый по стартовому моменту никаких вопросов нет все более или менее понятно и мы сейчас попробуем посмотреть как это вот в таком варианте работает мы это будем делать несколько раз значит у нас здесь есть заказы на производство мы создаем новый заказ заказ у нас будет по организации орион в качестве подразделения мы выбираем по дону номер один как я уже сказал изготавливаться у нас будет изделие x01 давайте я поставлю что это будет вариант а изготавливаем одну штуку но это все не важно потому что вы уже видите что спецификация подобралась спецификация подобралась ну оно и не удивительно потому что спецификация у нас одна усложить усложним ситуацию давайте мы сделаем еще одну ресурсную спецификацию сделаем мы ее очень просто мы просто скопируем первым напишем что это вариант 2 больше я ничего менять не буду спецификация ничем не будет отличаться вот от этой от первой я сразу устанавливаю статус действует записать и закрыть вот теперь у нас две ресурсные спецификации давайте посмотрим какую выберет система при заполнении заполняем еще раз изделие x01 вариант а давайте заново сформируем документ создать и так значит изделие x01 ой что я создаю то это не нужно давайте закроем значит создаю заказ на производство опять таки указываю организацию указываю ПДО указываю изделие x01 вариант а что выберет ресурсная спецификация какая ресурсная спецификация выбрана сейчас выбрана ресурсная спецификация вариант 2 и если мы посмотрим списки выбора вы увидите что вот это вот ресурсная спецификация вариант 2 она обозначается как приоритетная почему система сделала именно такой выбор. Когда я вам сказал, что эти ресурсные спецификации ничем друг от друга не отличаются, я немножко слукавил. У них есть одно отличие. Значит, здесь вы это отличие видите. Да, оно у вас перед глазами. Ну, а в ресурсной спецификации, собственно, оно у вас вот где стоит. Эта ресурсная спецификация более свежая. Она действует с 9 апреля, в то время как первая ресурсная спецификация у нас действует с 1 марта. Соответственно, выбирает система более свежая. Конечно, мы можем повлиять на этот процесс. Мне, в принципе, система не запретит взять и указать, ну, например, февраль. и в этом случае создаем заказ еще раз. и у нас выбрался вариант 1. Теперь он для системы более свежий. Он действует с 1 марта, этот действует с 1 февраля. То есть, вот так вот звучит первое правило выбора. Выбирается самая свежая ресурсная спецификация при прочих равных. Что значит при прочих равных? Какие еще факторы могут повлиять на этот выбор? Так, пока у нас вопросов нет. Вопросов нет, да? Значит, какие еще факторы могут повлиять на выбор? Давайте мы вернемся к созданию ресурсной спецификации и обратим внимание вот на что. Я сейчас создам еще одну ресурсную спецификацию. Так, создам ее копирование. И я обращу ваше внимание на то, что у нас у нас при создании ресурсной спецификации есть выбор. Мы можем создать ресурсную спецификацию для вида номенклатуры. Мы можем создать ресурсную спецификацию для номенклатурной позиции. Ну и на самом деле здесь это явно не написано. Мы можем для характеристики еще создать. Значит, то, что предупреждаю вопрос, то, что здесь написано для списка номенклатуры, это ни на что не влияет. Почему? Потому что в списке номенклатуры все равно будет одна позиция основная. Одна позиция обязательно будет основная. И именно для основной позиции и будут все эти правила работать. Но к нам это не относится. Давайте вернемся назад. На самом деле я хочу сделать две ресурсные спецификации. Я хочу сделать ресурсную спецификацию с уточнением по характеристике. и так. Ну это все. Напишу характеристика А. и она у нас будет работать с первого апреля. и еще один вариант который я сделаю она будет для вида номенклатуры. У нас есть вид номенклатуры готовая продукция характеристики. Количество давайте поставлю штуки. вот и ее я назову вид номенклатуры. Вид номенклатуры. Так. Все. Она будет ну давайте со вчерашнего дня. кстати вот имейте ввиду если вы будете сами экспериментировать это очень разумная вещь. установки все какие-то данные которые вам надо внести это надо делать вчерашним днем. Потому что день система она может по-разному тактовать. Иногда это текущий момент. Иногда она смотрит по началу дня. то есть лучше все на прошлый день относить. Так. Значит действовать записать и закрыть. И давайте посмотрим. У нас фактически четыре ресурсные спецификации которые подходят для нашего изделия. И вот посмотрим как система отреагирует на эту ситуацию. Так. Создать. Значит создаем новый заказ. Организация Orion подразделения диспетчера продукция изделия 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 X01 характеристика вариант А. Вот. Что там система выбрала? Видите? Она выбрала изделие X01 характеристика А. То есть давайте посмотрим на вот этот вот список. она так она так у нас так вид номенклатуры ну здесь может показаться что она выбрала самую свежую да но это не так вот вид номенклатуры обратите внимание у него вот это вот у него дата вот этой свежести она выше то есть это как бы самая последняя ресурсная спецификация но система выбирает именно вот эту да с характеристикой чтобы было нагляднее давайте я еще вот что сделаю закрою и я в ресурсной спецификации вот этот вот вариант вариант один я сменю у него статус он будет сменю дату действия он будет скажем от 5 апреля вот так значит и посмотрим как отреагирует система на это новый так орион 1 продукция добавить 0 1 вариант так что нам предлагают взять то же самое изделие x01 характеристика а почему происходит так несмотря на то что у нас есть две спецификации которые теоретически свежее чем изделие x01 характеристика а тем не менее система эти спецификации игнорирует почему потому что я вам сказал самое свежее выбирается при прочих равных но сначала система смотрит самые подходящие ресурсные спецификации а самые подходящие это те которые детализированы наилучшим образом и вот здесь вот эта детализация наилучшим образом она выглядит именно так именно так то есть система сначала смотрит что у нас есть спецификация которая подходит полностью и под номенклатуру и под характеристику у нас есть спецификация которая значит обобщенная на номенклатуру у нас есть спецификация которая обобщенная на вид номенклатуры самая подходящая самая детальная самая тесно привязанная это какая это та которая указана и номенклатура и характеристика соответственно выбирают именно ее а уже потом смотрят на свежесть усложним ситуацию На самом деле может показаться, что вот этот вот подход, когда мы смотрим только номенклатуру и характеристику, он как бы немного недостаточен. Могут быть и какие-то иные соображения, которые могут повлиять на выбор той или иной ресурсной спецификации. Например, может что-то зависеть от цеха. Бывают ситуации, когда два цеха выпускают одну и ту же продукцию, но у них там по-разному немного процесс строится, оборудование другое. Соответственно, спецификации тоже должны быть другими. Соответственно, система позволяет нам усложнить вот этот вот подбор. То есть можно сделать так, что будет система смотреть не только на соответствие названию. На что еще она может смотреть? Так, появились вопросы. Если дата начала действия ресурсных спецификатов совпадает, мы сейчас это можем смоделировать. На самом деле в системе даты не совпадают никогда. То есть есть еще понятие времени, и там момент будет различаться. Значит, если будет спецификация с автоподбором характеристики, какую выберет система. Опять же, она будет выбирать по логике, которую я вам озвучил. Сначала она посмотрит, есть ли спецификация, которая четко к конкретной характеристике подвязана. А уже потом будет смотреть на автовыбор. Как спецификация отражать исполнение? Ну, как? Спецификация это нормативно-справочная информация. Указана ли характеристика еще где-то в спецификации, кроме названия и откуда список характеристик заказа? Жанна, ну вот смотрите. Вообще, сама концепция учета по характеристике, она предполагает, что характеристика это вторая часть наименования. То есть, если вы для данной номенклатуры идете расчет в разрезе характеристик, то она везде должна появляться. То есть, если характеристика у номенклатуры есть, вы ее практически везде и указываете. Редко, когда без характеристики обходится. Вторая часть наименования. Вы себя просто классификацию упростили. Указана ли характеристика еще где-то в спецификации? Ну, соответственно, если вы используете параметризацию ресурсной спецификации, а если у вас спецификация обобщенная, то, в общем-то, по-другому нельзя. Вот. Она обязательно должна быть указана. Иначе смысл там особого нет. Если у вас изделия одинаковые, ну, в чем смысл вообще разных характеристик? Вот. Соответственно, там характеристика тоже будет использоваться. Но параметризация это очень долгий разговор. И, возможно, даже не один вебинар. И по параметризации у нас вебинар тоже будет. Вот. Возможно, там два вебинара. Да. Я покажу и как работает автовыбор, и как работают формулы, и какие вообще формулы возможны, форматы их использования. То есть, вот это вот все там будет. Так. Значит, давайте вернемся. Итак, мы остановились на тех факторах, которые еще могут быть использованы при выборе ресурсной спецификации. Значит, обратите, пожалуйста, внимание, что у нас в разделе НСА администрирования производства существует такая настройка. Она не всегда включена. Использовать параметры назначения спецификаций. Что это такое? Значит, давайте откроем настройку. У нас здесь добавлен параметр назначения подразделения диспетчер. Ну, по большому счету, больше добавлять и нечего. Но при внедрении эти возможности могут быть расширены. Но тут уже потребуется какое-то вмешательство разработчикам. То есть, что-то сюда можно будет добавить. Как это работает? Значит, смотрите, у нас здесь есть в ресурсной спецификации отдельный подразделчик, который называется параметры назначения. И вот здесь мы можем указать единственный доступный нам дополнительный параметр. Подразделение диспетчер равно. И я здесь укажу ПДО 2. Измей установить статус. Давайте, на самом деле, вот так вот сделаем. В разработке. И еще раз поставим действует. Больше я ничего не менял. Так, изменили. И теперь давайте посмотрим, как это будет работать. Заказ на производство. Создать. Новый заказ. Подразделение диспетчер. Орион. ПДО 1 пока поставлю. Добавляю номенклатуру изделия X01. Вариант А. Смотрим, что выбрали. Ну, ожидаемо. У нас выбрана спецификация наиболее подходящая. Обратите внимание, что вот этот вот вариант 1, он из выбора сейчас исключен. Ну, не так, чтобы совсем. Но фильтр у нас активен. Если мы снимем фильтр, вот он появился. Так. А вот теперь давайте я это закрою. Ну, в принципе, это может и так сработать. Давайте попробуем. ПДО. Удалить. И заново выберем. Изделие X01. Вариант А. И смотрите. Видите, какая спецификация выбралась. То есть, вот теперь у нас в понятие наиболее подходящий входит еще и параметр назначения спецификации. Причем он более приоритетен, чем выбор по наименованию и по характеристике. Видите. Его система считает более правильным и более подходящим. Вот еще один вариант. Значит, как именно вы можете использовать подбор ресурсной спецификации. Так. Значит. Ну и на самом деле. Направление деятельности возможно. Давайте попробуем с вами проверить. Ну, вообще, направление деятельности-то включены. В принципе, да, вы правы. Но вот сейчас в этой версии я вижу то, что вижу. И я стараюсь здесь вот особо не экспериментировать с настройками. Хотя, не исключаю того, что вы правы. Так. Значит, давайте сделаем еще один шажок. В принципе, это последняя функциональность, которую я хочу вам показать. Смотрите. Бывают ситуации на производстве, когда какая-то ресурсная спецификация создается ситуационно. Ну, бывает так, что приходится по какой-то причине использовать не тот материал, который написан в ресурсной спецификации. Вы мне можете возразить, что для таких ситуаций придумана такая замечательная функциональность, как замены. Вы можете использовать разрешение на замену. И вы будете абсолютно правы. Можно использовать разрешение на замену. Но во многих случаях, ну, это может быть специфика бизнес-процесса, там, какая-то специфика документа оборота. Не делают разрешение на замену, а просто делают еще одну ресурсную спецификацию на один раз. Чтобы вот это вот как-то решить. Ну, подход может быть спорным, конечно, но он есть. И, естественно, если вот создается такая ресурсная спецификация на один раз, нежелательно, чтобы она потом активно использовалась в работе. Для этого тоже предусмотрена функциональность. Значит, для ПДО-1 у нас приоритетна вот эта вот ресурсная спецификация. Мы можем считать ее вот такой, созданной ситуационно. И мы можем сделать отметочку о вот такой ситуационности. Значит, у нас на закладке дополнительно в ресурсной спецификации есть вот такой флажок. Исключить автоматический выбор в документе. Поставили и наш еще один эксперимент. Значит, Орион. ПДО-1. То есть, вы помните, что при ПДО-1 должна выбраться вот эта вот ресурсная спецификация, которая детализирована до характеристики. Добавляем. Изделие X-01. Вариант А. Что-то нам предлагают сделать. Вариант 2. Мы можем залезть, да? Мы можем выбрать вот эту вот ресурсную спецификацию. Вручную она нам доступна. Автоматического выбора не будет. Соответственно, система, она, значит, думает следующим образом. Наиболее подходящая вот эта спецификация X-01. Эта спецификация для вида номенклатуры. То есть, она менее детализирована. А эта спецификация исключена из автовыбора. Соответственно, в игру вступает вот эта вот. Так, ну вот, в принципе, про выбор ресурсных спецификаций я вам рассказал. Какие у вас есть вопросы? На практике, если несколько ПДО, то значит, это несколько внутренних заказчиков. Вы знаете, сложно сказать. На практике я вот эти вот несколько ПДО практически не видел. И вот такое вот деление, ну, оно чаще всего завязано на ситуацию, когда есть либо вот такой вот действительно разнородный производственный процесс, когда там что-то делается на одном оборудовании, что-то на другом. Ну, у меня был, например, такой случай с химическим производством. Вот там вот здоровые чаны, в которых делают замесы вот эти вот. Значит, они были там емкостью, тоннажом разные. И, значит, вот привязка, она, соответственно, могла быть туда, могла быть туда. Вот в таких случаях это возможно. Либо в том случае, если, ну, действительно, явно разнородное производство, в рамках которого надо по-разному проставлять приоритетность и смешивать там, я не знаю, заказы на стеллажи и заказы на мебель вместе в одной цепочке, ну, как бы для планирования не самое разумное. Ну, вот в этом случае могут на ПДО поделить. Хотя, вот еще раз скажу, я этого практически не видел. И сама концепция, вот наличие такого диспетчера, она далеко не всегда воспринимается нормально при внедрениях. То есть, людям надо объяснять, что это вообще такое. Как быть, если одно изделие по одному техпроцессу может быть изготовлено в разных подразделениях, а подразделения указываются непосредственно в РС? Да, делать два, две ресурсные спецификации на два разных цеха. Вот. Потом выбирать ресурсную спецификацию уже при планировании конкретного производства. Вот. Либо делить на два ПДО. Так. Кстати, вот эта вот ситуация с чанами, которую я вам рассказывал, там как раз предпочли выбирать ресурсные спецификации при запуске. Ну, там еще, значит, была задача, там связанная с объединением объемов. То есть, там немножечко сложнее все было. Так. Два завода на разных территориях. Ну, да. Если у вас эти два завода сидят в одной базе, наверное, о двух ПДО можно подумать. Так. Как можно выглядеть, выделить базовую спецификацию, которая используется только для плановых расчетов, а для работы не используется? Ну, ставьте, значит, вот эту галочку отсутствия автовыбора, а в расчетах используйте вручную указанную ПДО. Вручную указанную ресурсную спецификацию. То есть, вы ее просто исключите из автовыбора. Если надо сделать так, чтобы вообще производственники эту ресурсную спецификацию не видели, ну, это доработка. Простенькая, но доработка. Так. По какому принципу отберется спецификация в планировании производства? Насколько я помню, по тому же самому. Так. Еще можно использовать для планирования отдельные позиции номенклатуры. Вы знаете, хороший вопрос. На самом деле, вот здесь действительно есть проблема. Особенно если вот у нас идет многоэтапное производство, и используется несколько ресурсных спецификаций в цепочке, просчитать что-то там для расчета предварительного себестоимости бывает тяжело. Для этого делают отдельную ресурсную спецификацию, полностью разузлованную. Да, это есть. Вот, так. Чтобы выбрать базовую спецификацию в план, ну, вот принцип выбора тот же. Не отвечу сейчас. Как быть, когда спецификация меняется в процессе производства, и уже часть списана в производство? Ну, никак. Никак. Значит, смотрите, в принципе, в принципе, значит, вы поймите, у нас, естественно, ERP, она не всесильная, не всегда удобна. На самом деле, у нас, вот ERP в своем базовом варианте, она заточена под тянущее производство. То есть, когда существует вот эта вот жесткая разузловка, там изделие состоит из узла А, узла Б, узел А состоит из детали 1А, детали 1Б, детали 1С, и вот это вот как-то все это дерево разворачивается и запускается в производство. Когда идет такая тянущая схема, все удобно. Значит, если речь идет о производстве не тянущим, а толкающим, Дмитрий, я не знаю, какое производство у вас, ну, у меня вот эта вот ситуация с изменением спецификации, у меня, ну, что-то похожее было в химическом производстве, в пищевке, там, да. Вот. И, значит, здесь 1С, она не очень хорошо... Она не очень хорошо эту ситуацию отрабатывает, понимаете? Вот. Значит, в химическом производстве, когда идет завязка на технологию, вполне бывает ситуация, когда там, значит, что-то залили, замешали, потом взяли пробу, о, а тут вот этого компонента не хватает, ну, неважно, почему там не долили, там перегрели, а вот надо там вот это вот добросить. Вот. И здесь, конечно, жесткая завязка на ресурсную спецификацию, она уже не будет работать. Вот. Еще раз повторяю, ERP в своем классическом приборостроении, ну, возможно, по приборостроению я не буду спорить. Вот. Ну, вообще, там, насколько я помню, там, годы, когда я держал паяльник в руках, там, да, там тоже там детали иногда надо подобрать, там, проверить, там, простучать цепочке, да. Значит, еще раз повторюсь, не очень ERP без доработок и довенчивания годится для химии по одной простой причине. Вот. Вы, ну, я часто вот это вот говорю, когда у меня проекты такие возникают, 1С, она, 1С ERP, она никому не мешает выпустить из одного килограмма сырья до 10 килограмм готовой продукции. То есть, вот этого вот жесткого контроля там нет. Там контроля массы, контроля объема тоже нет. Вот. То есть, это уже нужно решать в рамках конкретного проекта. Соответственно, ситуация, когда что-то надо менять в ходе производственного процесса, она отрабатывается как? Либо вы заранее отказываетесь от планирования и работаете с производственным без заказа. И да, это могут быть достаточно серьезные производства, там, пищевки. Я, значит, видел такие решения. Ну, ничего, там, в принципе, довольно все были. Вот. Либо, либо вмешиваются в этап. Это тоже уже требует доработки, но, значит, в принципе, доработка, она вполне логичная. И уже в этапе, соответственно, в ходе производства вносятся изменения. Ну, там, значит, в этапе производства надо вносить изменения одновременно на нескольких закладках, в несколько табличных частей, там что-то впихивать. Но что-то добавить и изменить в этапе, в том случае, если там вам нужно чуть больше, чуть меньше. Это вполне возможно. Так. Значит. Так. Где у нас? Динамическое планирование. Да. Это очень интересно. И, насколько я знаю, в перспективе как раз на него пытаются перейти. И я пока реальных внедрений именно на динамическом планировании не видел. Вот. Хотя, ну, вот, сам подход, он интересен. Может, со временем такой вебинар тоже сделаем. Но пока, в общем-то, есть, там, курс у самой 1С. Вот. Я пока такой вариант, такой вебинар делать не планировал. Ну, просто потому, что, ну, пока прецедента внедрения не было. Вот. А теоретически что-то рассматривать не хочется. Так. Ну, что, вопросы есть еще? Или завершаемся? Ну, вопросов вроде нету. Ну, что, тогда спасибо за внимание. Во время я уложился. Значит, следующий вебинар у меня будет по использованию полуфабрикатов. По использованию полуфабрикатов. Там разные есть варианты. Вот. Когда там вам сообщат, в конце месяца, насколько я помню, соответственно, мы по полуфабрикатам посмотрим, а дальше, скорее всего, по параметризации будем рассказывать. Субтитры создавал DimaTorzok